Эпоха бронзы занимает особое место в историческом развитии человека и общества. Внедрение металлов в производство резко повысило производительность труда, дало толчок к развитию новых видов хозяйственной деятельности. Медр Восточного Казахстана – кладезь цветных металлов, в том числе меди, цинка, свинца, золота и серебра. В бронзовом веке Восточный Казахстан был крупнейшим металлургическим центром всей Северной Азии и Восточной Европы. Вдоль Калбинского хребта на сотни километров тянется оловянный рудный пояс. Неудивительно, что археологи нашли здесь массу свидетельств, действующих во II тысячелетии до н.э. печей, где медь и олова сплавляли в бронзу. Сама природа определила этим местам горно-металлургический профиль. Смешанные руды этих металлов в древности в изобилии на территории Казахстана встречались возле современного Зыряновска, Жасказгана, в горах Каркаралы, Акшатал. Бронзу выплавляли в больших объемах. Один из очагов находился в Жарминском районе. Это комплекс Аскаралы в Дельбегетейских горах. Другой крупный металлургический центр, по мнению археологов, действовал возле села Новая Шульба в Бородульхинском районе. В свое время там раскопали поселения с сохранившимися плавильными печами. В 2017 году в Зайсанском районе возле сел Карабулак и Айнабулак был найден еще более древний очаг металлургии, датируемый археологами с 17 веком до н.э. С историей и археологией семейского региона можно глубже познакомиться в областном историко-краевическом музее города Семей. Ведь именно в музее возможно соприкоснуться с историей прошлого, увидеть интересные артефакты. Раздел археологии в музее представлен периодами истории развития человечества. Это Каменный век, Эпоха Бронзы, Ранний Железный век и Средневековье. К большим разнообразием представлены предметы бытов племен эпохи Бронзы, населявших территорию Казахстана и в частности наш регион. Это уникальные керамические сосуды, бронзовые котлы, иглы, орудия рудокопов, наконечники стрел и копий. Особое внимание привлекает коллекция бронзовых ножей. Ножи были разной формы, с листовидными клинками, серповидные и самыми универсальными были прямые ножи. Представленные отдельно четыре ножа были обнаружены в горном массиве Кокентау при поверхностном осмотре эпохов поздней бронзы. Найденные находки еще раз свидетельствуют о том, что в этом районе были поселения, жители овладели производством бронзовых изделий и широко использовали их в быту. Древние мастера эпохи бронзы хорошо владели техникой литья, чеканки, тиснения, шлифования и полировки. Отливка бронзовых изделий осуществлялась в двухсторонних литейных формах. Литейные формы изготавливались из камня и обожженной глины. Металл поступал в форму через ледниковый канал. Для отливки изделий со втулкой использовался керамический сердечник, который помещался между створками формы. После отливки изделий совершались операции по металлообработке. Для придания орудию прочности древние металлурги могли использовать наклёк, холодную проковку. Изделия шлифовались, и рабочая кромка затачивалась. Наши предки постоянно развивали производство новых, более прочных металлов, что открывало им возможность для ускоренного технологического прогресса. Продолжение следует...